Мы рады вас приветствовать в Еврейском музее и Центре толерантности. Сегодня в рамках кинопрозы еврейской жизни мы с вами посмотрим фильм «Ревность», который снят по произведению Норы Эфрон. И я представляю вам ведущего нашей программы. Это руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России, председатель управления Еврейского музея, главный редактор журнала «Лихаим» и издательство книжники Боро Голин. Издательство книжники, которое издало перевод этой повести Норы Эфрон на русский язык под другим названием, при том, что на английском оно называется все равно не так и не так, оно называется «Hertburn». «Hertburn» — это изжога. Но в английском языке это игра слов, потому что изжога, она не совсем изжога, это то, что жжет сердце. И на русский поэтому фильм переведен словом, как он называется на русском? Кревность. То есть ревность, которая жжет сердце. А в переводе на русские книги переводчик, замечательная переводчица Инна Стамн выбрала вариант «Оскомина», то есть ушла от непосредственного буквального перевода, изобразила процесс. Сложности с переводом этого названия очень симптоматичны, потому что автор книги Норы Эфрон — это абсолютный мастер игры слов. И вот это беда для переводчика, когда слова имеют несколько оттенков, несколько смыслов. Совершенно непонятно, что с этим делать на русском языке. Как правило, тем не менее, я уверен, что перевод книги совершенно замечательный. Фильм сегодня с вами вместе посмотрю. Нора Эфрон, чей роман вышел в нашей серии «Проза еврейской жизни», и сценическое воплощение которого мы будем сегодня смотреть в серии «Кинопроза еврейской жизни», в нашем семинаре Еврейского музея, называется «Так» и вышел в этой серии, поскольку он, пожалуй, если не больше, то, по крайней мере, не меньше самых лучших экземпляров этой серии, отражает задачу, которую мы, издатели, ставим перед собой, включая в эту серию, в которой вышло уже больше 150 томов произведений еврейской художественной литературы, художественной литературы о евреях, это отражение чисто еврейских рефлексий в разных странах, в разных диаспорах и так далее. И автоматически, само собой, получается, что, когда мы говорим о современной литературе такого рода, в ней непропорционально большое, непропорционально по отношению к другим литературам место занимает американская литература, по понятным причинам. Есть известная шутка знаменитого Юрия Лотмана, который во время лекции о библейских событиях все время рассказывал древние евреи, древние евреи, древние евреи пошли туда, древние евреи пошли туда. И какой-то студент в Тарту спросил его в конце лекции, уважаемый профессор, вы простите, пожалуйста, но почему вы все время в этой лекции говорили о древних евреях? Почему нет ничего о древних эстонцах? На что Лотман, задумавшись всего на секунду, сказал по техническим причинам. Вот американская литература настолько богата еврейской, по техническим причинам. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний момент – это крупнейшая еврейская диаспора, в которой живет, по разным данным, от 5 до 6 миллионов евреев, из 14 миллионов евреев в мире. Но кроме этого, именно американская еврейская жизнь 20 века поразительным образом за очень быстрый период прошла те этапы, которые другие диаспоры проходили за 2000 лет. Мы смотрели, кажется, уже или еще посмотрим в этом нашем формате фильм «Фокус» по роману прекрасного, выдающегося американского дроботурга Артура Миллера, в котором сюжет такой, что некий американец, вполне себе обыватель. Дело происходит сразу после Второй мировой войны, испытывающий все возможные предрассудки по поводу еврейского засилия в Манхэттене и так далее, нью-йоркец. Чувствует на какое-то прекрасное утро, что он стал хуже видеть. Он идет к окулисту, тот ему прописывает очки, он начинает носить очки, и его моментальность начинает принимать за еврея. В метро, на работе, везде. И он начинает испытывать на себе какое-то постоянное давление окружающей среды, потому что в силу своего вполне арийского, по-моему, ирландского происхождения, он до этого был в арийских компаниях, и вот вдруг его все начинают принимать за чужака. И это такой довольно страшноватый роман. Он пытается, например, приехать в какую-то гостиницу, становиться там со своей невестой, и вот они пускают, не объясняя причин. Говорят, нет места. Он видит, что приезжает некая пара, и для них прекрасно есть места. И он понимает, что на каком-то этапе, что дело в том, что его приняли за еврея. Он начинает говорить, что он не еврей, ему никто не верит. В общем, в результате он вынужден остановиться где-то там в Кацкилс, так называемый Борщиковый пояс. Это вот такие гостиницы, в которых останавливались евреи, очень любили там останавливаться. Оттуда вышел весь американский стендап, американские юмористы, самые знаменитые, поскольку там их очень любили, они выступали на идыше и так далее. Вот представить себе, когда мы сегодня будем смотреть этот фильм, или когда мы немного поговорим о Норе Фронт и окружающих ее людях, что такой сюжет в Соединенных Штатах Америки был возможен 60 лет назад, совершенно непредставимо. Это кажется чудовищным преувеличением. Однако все, что мы знаем о том времени, и «Джентльменское соглашение», другой выдающийся фильм «Элиса Казица», и вообще то, что мы знаем из разных дневников и так далее, заставляет нас поверить в то, что Соединенные Штаты Америки конца 40-х годов это абсолютно ксенофобское общество с четкими разделениями по религиозным и национальным признакам, с клубами только для белых протестантов, с гольф-клубами для белых протестантов и так далее. Месяц назад газета «Вашингтон-Пост» вышла с материалом, который взорвал американское общественное мнение. Сейчас вообще американское общественное мнение очень воспаленное в связи с выборами. И, главное, в связи с выбором, кого выбрали. Но еще до того, как Трамп стал совершенно неожиданным для всех элит президентом, Обама, который понимал, что он уходит в отставку, стал подыскивать себе дом, в который он выйдет из Белого дома, и стало известно, где он будет жить. Где, че-то, Обама в Вашингтоне будет жить. И неподалеку находится один из трех гольф-клубов Большой Тройки. То есть самых престижных гольф-клубов столицы под Вашингтоном. И когда стало понятно, что Обама, который заядлый гольфист, выйдя в отставку, будет членом этого клуба, разразился скандал, поскольку целый ряд членов этого клуба с характерными фамилиями, других членов фамилий в этом клубе очень мало, госпожа Файнстендт, мистер Зускиндт и мистер Рабиновец написали письмо президенту клуба о том, что совершенно против того, чтобы господин Барак Обама стал членом этого клуба, потому что он проводит яркую антиизраильскую политику. И им, как членам клуба, оскорбительно быть с ним в одном клубе. Этот скандал начал набирать обороты. Все закончилось хорошо. Президент клуба неделю назад объявил, что они буквально, как это было написано в заголовке, раскроют красную дорожку для экс-президента Обамы. Но скандал был довольно серьезный. То есть из клуба ушло какое-то количество людей. И выяснение обстоятельств показало удивительную вещь. Этот клуб был открыт вот тогда, в конце 40-х годов, богатыми евреями, которых не пускали в другие клубы. И вот обернулась история так, что теперь это один из трех самых престижных клубов Соединенных Штатов Америки. И президент Обама должен был предпринимать определенные усилия. Общественное мнение должно было очень волноваться, чтобы его туда приняли. Такова же история. с гостиницами, которые не брали евреев. Несколько сетей гостиниц в результате были приобретены евреями для того, чтобы не могли там останавливаться. И так далее. Это, так сказать, о дискриминационном фоне. И этот дискриминационный фон, конечно, отражается в литературе. Вот я говорил о фокусе Миллера. Но так или иначе, это все есть в романах Соло Белло, рассказах Соло Белло особенно, Бернадо Маламуда и всех остальных крупных еврейских писателей старшего поколения. То есть тех, которые описывали жизнь в Соединенных Штатах Америки вот в описанное время. Довоенное и раннее, послевоенное. И с этой литературой мы вообще мало что знаем на самом деле об Америке. Те, которые там не жили, или те, которые специально не занимались американскими студиями. И это все для многих становится совершенно удивительно. Вот я постоянно слышу о том, что когда люди посмотрели «Джентльменское соглашение», в общем, классический фильм или фокус, они совершенно потрясены тем, что вот такое в Америке было возможно. Нам кажется, что Америка была таким раем, и в первую очередь раем для евреев. И вот это был, что называется, берег, безопасный берег, на котором все, значит, находили свое место и так далее. Ничего подобного. То есть разговоры о том, что президентом может стать, скажем, католик, казались до того, как Эннеди стал президентом, абсолютно невероятными. Все очень сильно после войны изменилось. Это было связано с целым рядом обстоятельств. В первую очередь с тем, что сменилось поколение. Что поколение детей эмигрантов, потому что все вышеупомянутые авторы. Сол Беллу, Филипп Ротт, Бернард Маламут просто родился в России, а Беллу родился в семье выходцев из России, Филипп Ротт родился в семье выходцев из Восточной Европы. Это все эмигранты в первом поколении, что называется. И родители этих молодых людей, это были, как правило, совершенно не ассимилировавшиеся в американском обществе люди, которые до конца жизни плохо знали английский, которые были совершенно чужеродным элементом. Они, в общем, когда мы читаем произведения того же Филиппа Рота, мало комплементарные по отношению к этому поколению. Или произведения Сола Беллу гораздо более комплементарные. Мы, тем не менее, всегда видим один общий знаменатель. Речь идет о очень сильных людях, которые, грубо говоря, на всех плевали. Которых не очень интересовало, куда их пускают. Они прекрасно шли туда, куда им было хорошо. Они создали свою сеть гостиниц, вот в эти, в Кацкилс, и прекрасно там проводили время. И все им было там замечательно совершенно. И не нужны были им эти ирландцы с этими немцами, с этими итальянцами, с этими шотландцами. Они себе создали свое гетто, свои Минские, Варшавы и Будапешты, там, где им хотелось. И жили в своих районах. И, в общем, по этому поводу совершенно не комплексовали. Они вышли из тех мест, в которых люди спаслись от погромов, от Холокоста. Им такая ерунда, как невозможность войти в гольф-клуб, была абсолютно несущественной. Не очень-то и надо. Это одна сторона вопроса. Но, как это часто бывает в эмигрантских обществах, при этом они совершенно нелогично, учитывая вышеописанное, мечтали, чтобы их дети стали настоящими американцами. И их дети оплатили им, как правило, очень неблагодарной монетой. Они, благодаря выбивавшимся из сил родителям, получили хорошее образование, стали настоящими американцами и стали очень стесняться своих родителей. И, в общем, литература, скажем, Филиппа Рота, это литература не просто о пропасти, разрыве между поколениями, а в определенном смысле в большинстве романов Филиппа Рота, кроме его единственного автобиографического романа, как это ни парадоксально по наследию, это еще и обвинительные романы. То есть это романы о том, как еврейские мамы делали детей невротиками, вот такими, вудиалонами, да, как еврейские отцы дрожали перед этими еврейскими матерями, и так далее, и так далее. И это довольно обидный взгляд, потому что благополучное послевоенное американское еврейство стало возможным только из-за того, что родители были готовы свою жизнь положить на то, чтобы дети стали обычными американцами. Вот другой фильм, который мы с вами здесь смотрели, или, по крайней мере, не с вами, но здесь, это знаменитый фильм «Избранник» по знаменитой книге. Знаменитая она потому, кроме всего прочего, «The Chosen», потому что в Америке принято всем мальчикам, а все мальчики, американские и еврейские мальчики, проходят обязательно обряд бармитсву, который, как мы уже не раз шутили, называется в Америке «Днем прощания с синагогой», потому что это последний день, когда мальчик приходит в синагогу, больше он в синагогу не ходит. Но, как мы знаем из фильма «Братьев Коэн», из фильма Филипфа Вудявана, бармитсву проходят почти все, есть такое целое английское в словаре выражение «The Bar Mitzvut», «Прошедший бармитсву». Это вот такой еврейский аналог конфирмации. И всем мальчикам в Америке принято дарить этот роман «Избранник», потому что это очень американский роман про мальчика, который в возрасте бармитсвы делает свои жизненные выборы. И очень трудно проведить на русский язык, потому что большая часть этого романа крутится вокруг чисто американских игр в крикет, в регби, во что там они еще играют, в это все. И перевести это советскому человеку невозможно. Вот играли бы они в футбол или в хоккей, все было бы намного легче. Вот это такое американское еврейство. Сегодняшняя наша героиня, Нора Эфрон, это уж так получилось, при том, что по возрасту она немногим моложе или даже почти сверстница с Филиппом Ротом, но у нас женщина совсем другой судьбы. Она уже родилась в поколении людей, которые получили то самое образование второго поколения. То есть ее родители уже не были эмигрантами, а были детьми эмигрантами. И были довольно знаменитыми американскими сценаристами. Даже не сценаристами, а авторами комедий. В этом они были особенные доки. И вот я думал, с кем их можно сравнить. Это вот такая Миронова и Минакер. Соответственно, вот Нора Эфрон это Андрей Миронов. Такое примерно место они занимают в американской культуре. Потому что, как дальше я расскажу, и она похожа в чем-то на Андрея Миронова. Эти родители были очень успешными сценаристами. И сценарист это такой с одной стороны совершенно в американском бурном развитии голливудском. Это, как понятно, в общем почти равный партнер режиссеру. А с другой стороны обиженный равный партнер. Вот сейчас вышел фильм Вудиала на последний «Да здравствует Цезарь», кажется, или «Ура Цезарь», «Хэлл Цезарь». И там показана эта кучка обиженных сценаристов. Это вот такой очень четкий образ. Обиженный сценарист, который считает, что какой бы Голливуд существовал без сценариев, а при этом все знают режиссеров. И режиссеры живут великолепно, а сценаристы живут не слишком великолепно. Вот это ее родители, которые жили, конечно, не как великие режиссеры, но жили хорошо. И из Нью-Йорка, когда Нори Эфрон был 4 года, они переехали в Беверли-Хиллс, в Калифорнию. То есть Нора Эфрон выросла в общем в семье, в которую уже не ходил, не было проблемы, куда берут еврейских детей и так далее. Это уже человек совершенно другой эпохи. И Нора Эфрон выросла совершенно блестящим человеком. Блестящим во всех смыслах этого слова. Она, чего бы она ни касалась, делала это совершенно великолепно. Она была в долгое время одной из самых знаменитых колумнисток Америки, при том, что колумнистика была не очень женской профессией. Она была звездой колумнистики. Она была сценаристом очень хорошим, гораздо более известным, чем ее родители. Достаточно вспомнить «Не спящие в Сиэтле», это ее сценарий и целый ряд других фильмов. Четыре раза номинирована на «Оскар» и так далее. Она была совершенно удивительным режиссером. То есть, на каком-то этапе ей надоело обиженный сценарист, и она решила стать режиссером. И стала режиссером. И, в общем, была невероятно струнным человеком. Тоже выступала сама со стендапом, с юмористическими номерами. «Но не Клара Новикова», скорее всего, «Ванецкий». Вот это такие литературные, потрясающе смешные тексты, действительно очень смешные. И, в общем, это такая элита американской интеллектуальной жизни. Вот в 62-м году, когда в Нью-Йорке была знаменитая забастовка газет, когда больше 150 дней не выходили в Нью-Йорке газеты, что только в Америке могло привести к такому буму во появлении новых изданий. Вот Нью-Йорк Таймс Бук Ревью стал выходить именно тогда, поскольку Нью-Йорк Таймс входила в профсоюз и в общественно-политические газеты не выходили, а делать надо было что-то, то газетчики решили выпускать культурную газету, культурную эссоистику, которая под стачку не подпадала. Стали выпускать Нью-Йорк Таймс Бук Ревью. Тогда же возник целый ряд радиостанций, которые взяли в газетный формат и стали в этом газетном формате вести свои эфиры, то есть такой же Нью-Йорк Таймс онлайн, в голос. И вот эта девушка 20-летняя тогда, она 41-го года рождения, с друзьями стала, она была невероятно остроумной девушкой, и со своими друзьями такими же веселыми они решили, что это самое время создать пародийный вариант Нью-Йорк Таймс. Стали выпускать пародийную газету, очень смешную, которая ввиду отсутствия газет всех очень веселила, но веселее всего чисто американский выход из этого. Главный редактор Нью-Йорк Таймс увидела это и сказала, если они могут делать такой пародийный Нью-Йорк Таймс, то и в настоящем Нью-Йорк Таймс они смогут работать. И с того времени Нью-Йорк Таймс стал работать в Нью-Йорк Таймс, где вела ежедневную рубрику. Ее обвиняли в очень интересном недостатке, что ее публицистика слишком литературна, то есть, что она пишет художественные произведения. И она создала целый жанр, потрясающий жанр. И это такой неудивительный вариант в то время, опять-таки, если мы говорим о том, что в 45-м году еврей не мог зайти в ряд гостиниц, женщин в 61-м году таких звезд журналистики и сценариев, и режиссера позже не было еще. Это вот она абсолютная первопроходница. И неудивительно, что с такими талантами она была абсолютной звездой американской журналистики, американской интеллектуальной жизни и выходила все разы за звезд такого же уровня. Но второй ее муж, который нам сегодня особенно интересен, это не просто звезда, это легенда американской журналистики, это Карл Бенстайн, один из двух журналистов, которые получили пулицеровскую премию за Оттергейт. Это они раскрыли значит Никсоновские прослушки в штабе демократов, после чего Никсон ушел в отставку, был отправлен в отставку. И эти два человека стали абсолютно знаменитыми. Они написали по этой истории знаменитейшую книгу, которая в Америке имеет статус равный, например, на пропасти воржи. Книга называется вся президентская рать, которая моментально была продана для Голливуду. И когда они стали работать над сценарием, когда Голливуд стал работать над сценарием, Карл Бенстал был ничем не доволен и привлек Нору и Эфрон. Так они познакомили, стали вместе работать над сценарием. Сценарий этот не пошел. Фильм вся президентская рать снят по другому сценарию в результате, но создался выдающийся брак двух звезд американской журналистики, короля и королевы, как написал тогда Лос-Анджелес Таймс, выходит Queen King of Mass Media going engaged. Собираются не расписаться, а договориться, помолвку совершить. И это был абсолютно блестящий брак, в котором родилось двое детей, один из которых сейчас очень известный американский журналист. и все было хорошо и замечательно, пока не разразился скандал. Карл Бернстон, который был наверное самым влиятельным журналистом, политическим журналистом в Вашингтоне, начал некий роман на стороне. Этот роман на стороне был не больше не меньше женой английского посла. как в хорошей песне студенческой «Жена английского посла». Жена английского посла, которая сама по себе была немало известная женщина, Маргарет Джей, которая была дочерью британского премьер-министра Джеймса Келлогана, началась с ним вот такой love affair, начался у них роман. О чем Нора Эфрон узнала, будучи беременной своим вторым сыном, и у них был очень тяжелый развод. Карл Бернстайн по непонятной мне причине, он не знал свою жену или что еще, никак не комментировал события, а говорил, что это наше личное дело и никого не касается. Почему меня удивляет, что он так говорил, потому что мама Норы Эфрон в свое время говорила, что все, что происходит вокруг, это не событие, это база для литературы, то есть будучи сценаристами, которые должны были зарабатывать деньги каждую неделю писать какие-то произведения, она на людей не смотрела, она сразу думала, как их можно использовать в деле, как можно их описать. И Нора Эфрон была, конечно, совершенно такой же, а кроме того, она сама стала героиней одной известной пьесы своих родителей, будучи подростком. И потом она не раз в своих произведениях описывала своих детей, в общем, все шло в дело, это был абсолютный принцип этой семьи. Надо сказать, что семья была вся литературной, у Нора Эфрон было еще трое сиблинг, трое братья, сестер, и они все стали довольно известные писатели, известные журналисты, известные писатели, это очень важная семья в американском мейнстриме, вот таком элите литературной жизни Америки. И Нора Эфрон, для которой это был чрезвычайно сложный развод, она очень переживала, тем не менее именно этот развод привел к появлению книги, о которой мы сегодня говорим. Фильм Оскомин, книга Оскомина, Фердбен, это описание этого развода, невероятно остроумное, невероятно самокритичное, все очень узнаваемо в этой книге, эссеистка превращается комическим образом в автора рецептов в журнале, ну и так далее. Но вся эта канва очень ясна и понятна. А вообще, если Нора Эфрон умела смеяться над всем миром, то еще больше она умела смеяться над самой собой. И это были очень неполиткорректные шутки. Она смеялась над своей внешностью, над своей маленькой грудью у нее была целая посвящена этому ее скетчу и так далее. То есть, это была абсолютно искрометно самокритичная женщина. Мы говорим о Норе Эфрон в прошедшем времени, потому что в возрасте 70 лет Нора Эфрон заболел лейкемией, об этом не знал никто, кроме самых близких друзей. Она продолжала очень активно жить, хотя знала, что ей осталось немного и через год. Она скончалась в возрасте 71 года, увенчанная всеми возможными американскими почетами и наградами. жизнь Нора Эфрон и описанные события, описанное общество это полная антитеза фокуса Артура Миллера, потому что Артур Миллер был королем американского театра. Однако мы понимаем, что его рефлексии были связаны с его юностью, с его детством. Никаких таких рефлексий у Норы Эфрона нет. Но еврейской темы в произведениях Норы Эфрон хоть отбавляй. И это очень опять-таки американская еврейская тема. Перед тем, как мы начнем смотреть фильм, я прочитаю героиню этого романа. Я не знаю, как будет фильм. Я фильм не смотрел еще. Буду смотреть вместе с вами. Героиня этого романа, как ее мать, мать автора, все пускает в дело. То есть она обо всем думает. Она придумала замечательный совершенно Нора Эфрон, придумала в этой книге для своей героини совершенно замечательный жанр, который потом стал реально существующим жанром американской литературы. Эссеистика, внутрь повествования которой вставляется рецепт. Вот ее героиня, она создала такой жанр, королева этого жанра. И поэтому, когда она что-то видит, и завязка там кулинарная в этом, развязка в этом фильме, я надеюсь, потому что это самая смешная сцена этой книги. вот она все, все, что она видит, весь этот развод, она пропускает через кулинарную тему. Но она, как уже было сказано, стендапистка, то есть она создает юмористические скетчи. И вот она придумала юмористические скетчи, когда она обсуждает своего мужа, думает о своем муже, она думает о еврейском муже. Надо сказать, что Нора Эфрон была замужем три раза, двое первых мужей были евреями, третий был итальянцем, с которым она дожила до конца жизни, и она написала книгу «Хотите быть счастливы? Вы хотите замуж за итальянца». Интермедиа еврейский муж. Вы же знаете, что такое еврейский муж, правда? Если не знаете, то поймете сразу по одному незатейливому вопросу «Где масло?» Ладно, все знают, где масло, правда? В холодильнике, в ящичке с надписью «Масло». Однако на самом деле еврейский муж вовсе не стремится выяснить, где масло. На самом деле он имеет в виду «Подай мне масло». Но он умен, и поэтому говорит «Не подай мне, а где?» А если вы ему скажете «В холодильнике», и он направится к холодильнику, то произойдет удивительная вещь. Медицинское явление пока еще недостаточно изученное. Воздействие лампочки холодильника на мужское зрение. Слепота. Что-то я его не вижу. Где масло? Это лишь один из способов, посредством которых еврей-баловень проявляет свою суть. Иногда он действует иначе. Вопрошает «Есть в доме масло?» И мы с вами прекрасно знаем, кто виноват, если масла нет, правда? Иногда еврейский муж проявляет потрясающую изобретательность. Он дает вам понять, что отчаянно нуждается в вашей редкостной мудрости, здравом смысле и способности мысли творческой. К примеру, спрашивает «Как ты считаешь, масло с этим сочетается? Под этим он обычно имеет в виду сухой гренок. Я давно убеждена, что понятие еврейский муж изобрел еврейский муж, который никак не мог добиться, чтобы жена подавала ему масло». И вот она с этим играется все время. Поэтому на самом деле и только поэтому, а не потому, что ее зовут Нора Эфрон, а ее муж Карл Бернстайн эта книга вошла в цикл «Проза еврейской жизни», потому что она о жизни еврейской жены, как Настя называет, еврейской цацией с еврейским мужем. Даже если он ее изменяет с женой английского посла. Давайте смотреть. Да, и напоминаю, что в конце мы разыграем наш роман, а те, кому не достанется, смогут этот роман приобрести. Друзья, наш фильм подошел к концу. И сейчас с экспертным мнением выступит кинокритик и киновед Сергей Кутрявцев. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я не знаю, что перед фильмом говорили. Ну, для меня, конечно, интереснее, так сказать, кинтографической точки зрения, поскольку известные люди делали и в основе, не знаю, говорили об этом перед фильмом или нет, лежат реальные события. Это брак между Норой и Фрон и невероятно известным журналистом Карлом Бернштейном или на американский манер Бернстин. Один из тех двоих журналистов, которые раскопали у Тургейское дело. И вот в тот год, когда поженились Норой и Фрон и Карл Бернстин, вышел даже фильм очень хороший, замечательный, если не видели, обязательно посмотрите, называется «Вся президентская рать», основанная как раз на том, как эти два журналиста раскопали это дело. И, опять же, не знаю, говорили вам или нет, что значит это было. И у Бернстина, и у Эфрон второй брак по счету. Причем, тут в фильме все-таки смещены акценты. Разумеется, Джек Николсон старше на 8 лет старше, чем Мэрил Стрип. Она примерно во время съемок была почти в том же возрасте, как Норой и Фрон, когда она вышла замуж за Карла Бернстина. Значит, Стрип был в тот момент 37, а Норой и Фрон 35. То есть, тут несущественная разница. А вот Николсон гораздо старше как бы того прототипа, который он играет, потому что на самом деле Карл Бернстин был на 3 года младше, чем Норой и Фрон, что мне кажется довольно значимо для этой подлинной истории, потому что в фильме все-таки мы так или иначе по-другому уже относимся к этим персонажам. явно Николсон выглядит более такой, как бы сказать, потактичнее. Но уже многоиспытавший, много переживший, много, так сказать, видимо, за его плечами любовных историй. И брак этот продлился у них недолго, всего 4 года. Но опять же я для чего это все рассказываю, потому что мне кажется это как бы нужно знать вот этот контекст, в котором существует и данная картина и то, что после этого развода Норой Фрон, которая была, ну, так сказать, написала такие небольшие эссе, потом она вот написала этот роман, который стал бестселлером. Кстати говоря, тут вот видимо была версия под названием ревности, но это абсолютно неточное название, по словарю вообще Хатберн это изжога, но мне очень нравится тот вариант, который предложил еще 30 лет назад, когда эта картина появилась у нас на видео, замечательный наш переводчик Алексей Михалев, он предложил это переводить как Оскомина, учитывая то, что главная героиня, она как бы занимается разными кулинарными рецептами и прочее. Название Оскомина больше подходит, так сказать, в кулинарном плане и в том смысле, что у нее и у него есть такое ощущение, что набили они Оскомину, уже не хотят заводить супружеские отношения, но тем не менее идут на это и это кончается все равно разрывом. И потом на долгие годы Нора Эфрон больше посвятила себя творчеству, она стала очень известной после издания этого романа, который потом был экранизирован, а еще до этого началось ее сотрудничество с режиссером Майком Николсом, потому что второй по счету сценарий, который написала Нора Эфрон тоже на основе реальных событий, такая более социальная драма под названием Силквуд, и вот их сотрудничество продолжилось в этом фильме, ну, буду я называть Оскоминой, и вслед за этим началась весьма успешная сценарная карьера Нора Эфрон, прежде всего такая замечательная картина, я думаю, вы видели или хотя бы слышали, называется «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера, и спустя, так сказать, еще несколько лет, по-моему, три или четыре года, Нора Эфрон уже дебютировал в режиссуре, и сама как постановщица сделала, на мой взгляд, несколько замечательных таких ром-комов, может, даже и мелодрам, имевших невероятный успех, как, думаю, наверняка вы видели и «Неспящие в Сиэтле», и «Вам письмо», и такая более фантазийная картина Майкл, и так вот, возвращаясь к этому фильму, именно после появления фильма «Оскомина», Нора Эфрон в реальной жизни решилась на третий брак с писателем металлоамериканского происхождения Николсом Пеледжи, у которого, если не ошибаюсь, два или три было проекта вместе с Мартином Скорсезе, и их брак продлился до ее смерти, а умерла она пять лет назад, то есть этот брак продлился 25 лет, вот оказался на удивление прочным и, видимо, взаимообогащающим поскольку он писатель и она сценаристская режиссер, но, правда, детей у них уже не было, поскольку были они уже в, как назвать этот возраст, ну, конечно, не пожилой, но уже в сравнительно большом возрасте, потому что Пеледжи, когда он женился на Эйфрон, было уже 54, он как раз был намного ее старше, а ей было на тот момент, значит, сколько ей было, 46 лет, ну, уже, так сказать, солидные люди, но тем не менее, вот до ее смерти в 12-м году этот брак прекрасно просуществовал. Тут важно еще, опять же, мне всегда, вот, интересно, не знаю, как вам, но мне всегда интересно знать какие-то такие вот, не то, что закулисные, а, мне кажется, это всегда информация добавляет многое для лучшего понимания контекста, значит, и Майк Николас, режиссер, на самом деле, если вы не знаете, значит, он русского происхождения, его, на самом деле, зовут Михаил Игоревич Пешковский, отец его из Одессы, он как раз самый, сначала прославился в театре, потом в кино, и как раз его, большинство его картин, ну, если так говорить по-нашему, по-советски, посвящены семейно-бытовым отношениям, иногда более драматическим, как в знаменитой картине по пьесе Олби, кто боится Вирджиния Вульф, иногда приобретающим характер таких романтических комедий, но, во всяком случае, он снял несколько картин на эту тему, а, значит, интересно то, что тут, хотя впервые встретились на экране, раньше никогда вместе не снимались Мерл Стрип и Джек Николсон, но с каждым по отдельности Майк Николсон работал до этого с Мерл Стрип в фильме Силквуд, а с Джеком Николсом еще раньше в картине под названием, ну, я ее перевожу как Плотские познания, и потом впоследствии еще раз Николс сотрудничал с Джеком Николсом, то есть тут как бы имеет значение и какие-то творческие пересечения, контакты, вот мне кажется тут может быть роль не такая, что значит, не такая значимая, не такая, может быть не всеми как бы воспринимаемая должным образом, но появление замечательного чешского и американского режиссера Милаша Формана, тут его зовут Дмитрий, она как бы добавляет дополнительного не только колорита, но и каких-то нюансов, каких-то значит, мотивов из других произведений уже Милаша Формана, который опять же наиболее знаменит благодаря своему сотрудничеству с Джеком Николсом над фильмом «Кто-то полетел над гнездом кукушки», и но у того же Формана тоже есть такие как бы картины на семейно-бытовую тему, на тему развода, на тему всего первой американской картины под названием «Отрыв». Вот эти все ассоциации, все эти аналогии, какие-то дополнительные обертона, дополнительные нюансы, они помогают как бы шире воспринимать эту историю, не только как бы в соотнесении с реальными, с реальной историей, которая была на самом деле, но и у фильма так или иначе возникает культурный и кинографический контекст, а вот лично для меня это всегда наиболее интересно, может, как для кинокритиков, у зрителей может быть абсолютно на это наплевать, не имеет особого значения, им гораздо интереснее взаимоотношение между персонажами, и как бы такая психологическая семейная история имеет большее значение, нежели посторонние какие-то культурные ассоциации. Может, у вас есть какие-то вопросы или наоборот вы хотите высказаться, мне как раз было бы интересно, как она сейчас воспринимается, я ее эту картину не пересматривал 30 лет, я вот начало посмотрел дома, приехал сюда, уже застал окончание, я бы не сказал, что она смотрится так, как тогда, но все-таки не без интереса, вот мне любопытно, как современные зрители ее воспринимают уже спустя столько лет после создания этого фильма. Я должен сказать, повторить, что я говорил до фильма, что я не смотрел фильм, к счастью, я хочу сказать, что с этой книгой мы сжились, мы начали на ней работать при жизни Норы Эфрон, и она сразу меня покорила на английском языке, в первую очередь своей легкостью и остроумием, то есть это очень смешная книга, мне показалось, что в этом фильме есть несколько тонких мест, он проигрывает в ритме, проигрывает в, скажем так, пульсе этой книги сильно, и для меня это удивительно, потому что Нора Эфрон была сценаристом этого фильма, фильм гораздо более, я бы сказал, мелодраматичный, то есть книга, она жесткая, вот Нора Эфрон в своем там персонажи совершенно беспощадно к себе, да, у нас роман называется, конечно, «Оскомино», и вот этот лайм, апельсиновый, ну, лаймовый торт в конце, он от него же оскомен, то есть, или изжога, и она его в книге так аккуратненько размазывает по лицу, чтобы он обязательно что-то попало ему в рот. Фильм совершенно непонятно, зачем она это делает, а дело в том, что он при знакомстве и говорит, что он ненавидит лайм. И вот такие моменты, такие детали, они, мне кажется, очень важны, поэтому я посмотрел, конечно, фильм с удовольствием, лучше бы я книгу до этого не читал, сначала посмотрел фильм, потому что посмотрел бы с большим удовольствием. Ну, как правило, фильмы обречены, если раньше читать книгу. В моем случае нет, большинство фильмов, которые, по книгам, которые я издавал, меня как раз радовали в полде, я готов к другим прочтениям, хотя вот здесь совершенно, конечно, потрясающие актеры и совершенно непохожие, действительно, как вы справедливо заметили на своих персонажей, потому что Берстин, он такой красавчик был, молодой, больше всего похожий на Кеннеди. Надо сказать, что Нора, Нора Эфрон. В фильме «Вся президентская рать» его играет и замечательно играет Дастин Хохмон, но тоже он абсолютно непохожен. красавчик. А Нора Эфрон была практиканткой в 50, ну, в общем, у Кеннеди, зимней практиканткой, и она, вот это Нора Эфрон, она говорит, я была единственной практиканткой, с кем Кеннеди не флиртовал. Моим главным достижением она называла, это было то, что Стив, пресс-секретарь Кеннеди, застрял в туалете и его туда освободил. она была очень, очень островной женщиной. Вот мои такие ощущения о фильме. Вот именно настроенчески совершенно другое. Счет того, что, может быть, не получилось настроение, все-таки это всего лишь третий, первый был телевизионный фильм, а в кино получается вторая работа Эфрон как сценаристки. Может быть, еще она не обладала таким опытом перенесения даже собственной прозы на экран. Ее последующие сценарные опыты и режиссерские доказывают, что она как раз потом смогла обрести эту нужную манеру, балансирование на грани между сентиментальностью и мелодраматизмом и довольно остроумными ироничными диалогами в более поздних картинах у нее это, безусловно, присутствует. А действительно, я повторю призыв высказать свое мнение. Если у кого-то есть, если нет, то мы сразу приступим к нашей знаменитой лотереи. Пять экземпляров Оскомины, Норы, Эфрон, блистательного романа будут разыграны. Если кому не повезет, такое бывает. Может случиться, что не всем достанутся эти пять экземпляров. То их можно совершенно за не очень большие деньги приобрести на выходе. По поводу у фильма не было еще такого сумасшедшего успеха, как у последующих «Неспящие» В отличие от романа. Роман был бестселлером, но тем не менее смотрели его неплохо. 7 миллионов зрителей. Но если вот считать, чтобы было вам понятно, сколько это на современные деньги, потому что считают если сейчас средний билет где-то уже порядка 9-10 долларов стоит в Америке, ну, значит, он, если бы сейчас вышел на экран, то собрал бы где-нибудь 7-80 миллионов долларов. Тогда он собрал 25. Тогда 25, но если вот пересчитывать по нынешнему курсу, вполне неплохой результат. При 20 миллионах. Ну, в общем, неплохая у него. Но это еще раз надо понимать, это Бернстейн, это Норрефрон, знаменитый развод, разводы, которые написали все. И вот еще харчу раз напомнить, это прекрасное интервью Бернстена, где он сказал, что это отличное дело, и он уверен, что никто об этом рассказывать не будет. В результате это стал, наверное, самый знаменитый развод благодаря этой книге в Америке второй половины 20 века. Ну что, разыгрываем, крутим. Нам уже пора завести шапку, мне кажется, какую-то, а то я как-то тут чувствую себя каким-то шулером. номер 34. Номер 34 раз, номер 34 два, повезло, могут пять достаться всем присутствующим. Номер один, между прочим. Номер один, прекрасно. Пожалуйста. Номер 72. Есть 72? Есть 72. Дело пошло быстрее. Пожалуйста, читайте, наслаждайтесь. Кстати, должен обязательно сказать, вот я когда сюда зашел, обратил внимание, что много народа и очень приятно, что сюда ходят. Люди смотрят и я считаю, что весьма это, конечно, должно нас радовать и надеюсь, что и вас радует то, что просмотр проходит здесь. Номер 26, между тем. Пожалуйста. Номер 63. Только один номер у нас не сработал, все остальное работает. Пожалуйста. Оставьте себе на память. И наша последняя из большого тиража книга номер 47. Вот. Пожалуйста. Большое спасибо, друзья, вам за ваше внимание. Напоминаю, что наши семена проходят раз в месяц. Ждем вас до наших следующих встреч. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,